Поставлю на авиарежим, потому что постоянно мне мешает что-то Ребят, всем привет! 100 лет я не сидела вот так вот, не снимала, я очень соскучилась за этим процессом Сегодня я хочу вам показать свои фавориты этого лета Оно же практически закончилось, но у кого-то оно уже только начинается, кто-то только сейчас поедет в отпуск Поэтому я думаю, вам будет интересно такое легкое, фаворитное, must-have-ное видео Я, наверное, сниму браслет, потому что он сильно тарахтит на руке Давайте начнем с бьюти каких-то штучек, которыми я пользовалась, которые мне просто спасли мое лето Первое, что я хочу вам показать, это вот эта вот линейка от Lancome Она просто спасла меня, если вы помните, я жаловалась, что у меня очень-очень сухая кожа Я прям не знала, что делать Меня пригласили на презентацию, вы, я думаю, видели, что я начала пользоваться этими продуктами Если вы не в курсе, что это такое, это линейка от Lancome, называется EnergyDB У меня три вот таких продукта Насколько я знаю, в линейке есть еще умывалка, какое-то еще очищение, типа мицеллярной воды Выглядит линейка таким образом, очень красиво, стильно и живо смотрится на ванной полочке Отдельно давайте пробежимся по каждому Сыворотка, жидкий уход они это называют Крем очень-очень легкая Это просто моя кожа на второй день просто ожила Вообще, эта линейка предназначена для того, чтобы придать энергию коже Особенно те, кто работают в больших городах, вот эти, знаете, свободные радикалы Избавить от, они так называют это, городская усталость В общем, линейка обалденная Я думаю, вы видите, насколько уже сильно я исрасходовала эту баночку Мне ее как раз в начале мая я начала пользоваться И где-то, я думаю, что на все лето, на 4 месяца мне хватило Также в линейке представлен вот такой тоник Он такой маслянистый, густой Он очень экономно расходуется Я не наношу его на ватный диск Я просто открываю баночку, немного накапаю в руку, растираю в ладошках И наношу на лицо такими вдавливающими движениями И также здесь представлена ночная маска Которая называется Energy Divi Noite Маска более густой консистенции Но когда ты ее наносишь на лицо С соприкосновением с кожей она превращается в водичку Самое крутое То, что линейка очень увлажняет кожу Но текстуры настолько легкие Что даже для жирной кожи идеально подойдет Единственный минус этой линейки Это то, что в креме нету SPF защиты Все остальное просто супер Я очень рекомендую попробовать эту косметику Именно вот эту линейку Для тех, у кого сухая кожа Для тех, у кого нормальная кожа Для тех, даже у кого жирная кожа Эта линейка подойдет Что хотела вам рассказать Хочу подвести такие, можно сказать, итоги Моего использования вот этой сыворотки от Reolage У меня были конкретные проблемы с ресницами Они у меня ломались, выпадали Когда я красила их тушью, это было что-то похожее на какой-то поломанный забор, что ли В общем, обалденная штука Девочки, я очень советую Если у вас проблемы с ресницами Или если они недостаточно длинные Камера, конечно, съедает ресницы И нужно обычно бьюти-блогеры все сидят с наклеенными ресницами Потому что своих ресниц практически не видно Но, как я ощущаю, они стали какие-то более шелковистые такие И более упругие, что ли То есть они не просто выросли, они еще и напитались Я очень-очень советую эту сыворотку Она относительно недорогая в плане своих конкурентов на рынке Но она очень качественная, девочки Вот первое время, когда я наносила, мне пощипывало Сейчас я пользуюсь, вообще никаких претензий, нареканий Ничего не щипет, никаких дискомфортных ощущений Все супер Я сомневалась, честно говоря Я не знала, насколько хорошо мне это подойдет Но штука замечательная Highly recommend И я рассказывала, что я еще взяла у них тушь Тушь тоже классная Посмотрите обязательно мое видео Я пользуюсь, на камеру показываю Ну, опять же, я говорю, что тушь очень повседневная На камере она практически не видна Но для меня это идеально Потому что я не люблю вот эти вот налепленные, знаете, ресницы Я ненавижу нарощенные ресницы, наклеенные ресницы Поэтому для меня это очень хорошая тушь И классно смывается Фаворитом лета также стал, конечно, Кушен от Ивсандаран Он не так давно у меня появился Но это однозначно лучший продукт, который я пробовала Супер, просто вообще покрытие шикарное Незаметное, но тем не менее Все какие-то покраснения, неровности, семечки Все покрывает Очень крутая штука Я знаю, что она очень дорогая Но если вы можете себе позволить покупать люкс То я вам очень советую попробовать Кушен от Ивсандаран Также хотела рассказать вам еще о своем фаворите Который у меня, в принципе, фаворит не только лета А вечный фаворит Это бальзамчик от Ма Вот так он выглядит У меня в маленькой баночке Я с собой один ношу в пакетике, в сумочке А второй у меня в качестве аптечки дома лежит Это такой маслянистый бальзам Состав которого входит огромный Просто перечень разных экстрактов, масел Самое основное это масло чайного дерева Что чувствуется больше всего Во-первых, я его использую там на разные прыщики Постакне Моментально Вот две ночи помазали Все, никакого ни следа, ничего не осталось Во-вторых, как только у меня насморк Летом у меня просто постоянно насморк Из-за кондиционеров Я мажу прям вот весь нос себе Потому что, знаете, когда много сморкаешься Sorry То нос становится красный Он какой-то пересохший Потом куски какие-то кожи слазит с себя Это средство просто супер смягчает У меня вообще нос не сохнет После моих салфеток Ну и также внутри мажу носа Как каплю для носа Потому что чайное дерево Это супер крутой антисептик Убивает все микробы И насморк не такой сильный Я мажу это средство на кончике волос Я мажу себе брови перед сном Также можно мазать себе ресницы Просто нанести немного средства на палец И такими движениями легенькими распределить по ресничкам на кончике Кутикулы, ожоги, укусы комаров Короче, это средство просто супер универсальное Ну стоит где-то 200 гривен эта баночка Просто must have, не знаю, порезалась, намазала В какой-то небольшой, знаете, ожог на плече я сразу же мазалась И все супер снимала На следующий день как на собаке все заживает после этого средства Моим спасателем на пляже стал спрей от La Roche-Posay С защитой 50 для деток Очень легкая текстура, очень хороший запах Отлично впитывается Мне на самом деле косметические компании прислали просто огромнейшее количество SPF защиты Разные Но среди того, что я пробовала, вот это для меня лучше Косметики все Давайте покажу вам еще пару таких нейтральных фаворитиков Во-первых, моим фаворитом это стал мой ежедневник Я вам его уже когда-то показывала во влогах Это супер удобная штука Плюс ко всему она очень красивая Вначале есть календарик Каждая страничка расписана Очень удобно заполнять Каждая страничка уникальная, красивая Я не из тех людей, кто умеет красиво вести ежедневники Я веду ужасно И для меня вот такие вот штуки Это просто спасение В том плане, что за меня уже все оформили Настолько фотогеничный, красивый ежедневник У них есть много разных дизайнов Я оставлю вам ссылку, посмотрите внизу Если вы еще не видели И вообще я всегда внизу в инфобоксе Оставляю ссылки на все, что я показываю в своих видео Если я что-то забываю, то пожалуйста пишите мне в комментариях Я сразу же исправляюсь Одним из моих фаворитов модных стала моя шляпа из Zara Она вообще называется канатье Такие шляпы с таким плоским, широким верхом Или как это называется? Я называю это верх Называется канатье Обычно в таких шляпах более короткие и упругие поля А здесь они довольно-таки мягкие В общем, эту шляпу я купила в Zara Я очень-очень ею довольна Она меня спасала на отдыхе В общем, крутая шляпа Ее можно носить и в городе И на пляже И в общем, везде, где хочешь Обалденная шляпа, на мой взгляд Так что я себе прическу испортила Очками любимыми стали Вот эти вот розовое золото от Ray-Ban Так вот они выглядят Круглые очки на самом деле мне не очень идут На мой взгляд Но эти, я в них влюблена Они отлично защищают от солнца Они очень легкие, очень удобные Единственный их минус Это их чехол Посмотрите Это складные очки от Ray-Ban Они вот так вот, смотрите, складываются Здесь все дужки складываются Все, короче, складывается И вот так вот их, в общем, надо сложить В такую милипуську Это очень удобно Особенно, знаете, когда бежишь куда-то И хочется бегом в сумку бросить Так не получается Либо на голову, либо на кофту Ну, короче, это не очень удобно И поэтому я переложила и ношу в другом чехле немного Сами очки обалденные Если вы хотите какие-то недорогие, но качественные очки Я 100% вам советую именно Ray-Ban Обратить на них внимание За границей за 100 долларов Или где-то в Duty Free спокойно можно купить Я начала смотреть сериал, который называется Без обязательств Я не могу сказать, что это что-то прям супер крутое Ну, такой, знаете, легкий Можно не то, что на реальных событиях Без каких-то перемесей фэнтези Обычный такой житейский американский сериал С немножко таким грубым юмором Ну, прикольный Посмотрите, если вам нечего смотреть Хотя бы какую-то одну серию Гляньте, понравится, не понравится Потому что я вот эти вот все Игры престолов и так далее Я... Это не про меня Насчет музыки Давайте я вам внизу в описании оставлю пару треков Которые ассоциируются мне с этим летом И вообще, вот самое такое приятное воспоминание за это лето Это, наверное, наша поездка с Наташей в Грецию Я не знаю, как Наташа Но я лично провела просто замечательное время Там мы очень круто отдохнули На просто безлюдных пляжах Если вы не смотрели влоги из Греции Обязательно посмотрите Несмотря на то, что это был, в принципе, рабочий такой пресс-тур Мы ездили туда узнавать информацию о шубах О шубном бизнесе Я, с другой стороны, абсолютно узнала Грецию Я в нее просто влюбилась Культура Греции, люди Греции Греческая кухня Боже, в Грецию стоит поехать только ради кухни Там совсем недорого Я, честно говоря, обожаю Грецию Я мечтаю вернуться еще раз Я очень хочу поехать на остров Закинтос Если я правильно произношу Закинтос Закинтос, Закинтос, Закинтос Как-то его так называют Маленький такой остров С таким... Просто там я посмотрела Такие фотографии, ребята Это просто мечта Это не Греция Это какие-то Мальдивы И, конечно, на Сантерине я очень хочу Эти белоснежные домики Очень красиво Боже, как я люблю Грецию Расскажите, какие у вас любимые курорты Где вы любите бывать Если бы вы были в Греции Что вас больше всего вдохновило Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями Спасибо, что вы посмотрели это видео Я надеюсь, оно вам было полезным Я надеюсь, оно вам понравилось Всех целую, всех люблю Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok